Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Я сделала такой вариант этой мелодии, аранжировку, специально записала вот здесь на маленьком инструменте челеста, который имеется на сцене нашего дома, закрыто за носом. И с тех пор эта мелодия стала звучать в клубе, как по земле. Это нормальная история создания. Спасибо. Мы переходим сейчас к музыкальному номеру? Да. Я хочу только сказать, что мы посвящаем наше собрание Сергею Сергеевичу Прокофьеву дважды уже. Второй раз мы в прошлом году начинали этот разговор о его творчестве, но потому как все-таки художник этот удивительный, корни его в нашем земле, в нашем отечестве, нашей отечественной музыке. И одно собрание на тему Прокофьеву – это очень мало. Вообще можно посвятить было бы целый год, потому что в этом году, это Прокофьевский год, и исполнил 100 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева. Значит, вы можете посчитать, когда же Сергея Сергеевича родится на нашей земле 100 лет назад. И то, что звучало программа в апреле, у нас сегодня совершенно другие возможности, изначально будет другая музыка. Но мне хотелось бы подчеркнуть, что даже вот те два, две встречи с музыкой Сергея Сергеевича, они очень многие. Потому как творчество его, творческий его портфель, вот как сейчас мы говорим, творческий портфель композитора, он включает огромное множество великолепнейших образов музыки в разных, самых разных жанрах. начиная от малых форм и кончая звездами, эпопеями, вот такими, какой является этот проект. И вот, если посмотреть так, просто чисто внешние такие списки произведений, то вы можете представить это. Итак, в доме есть, во что это говорить. Сергей Сергеевич является автором семи опер, семи балетов, семи симфоний. Вот видите, какая интересная цифра семь. Везде просто присутствуют семи балетов. В десяти контакты и ораторий, пяти фортепианных концертов с оркестром, двух скрипичных, девяти фортепианных сонат. Симфонические сказки «Петя и Волкс», «Смечательные сказки», пример которого, ну, может быть, в будущем продолжат наши попали трактически, но пока что нет. То есть, Прокофьев не создал такой «Смечательный сочинение». И вот даже если вот эта печь, я уже не говорю о локальных произведениях, о камерных ансаблях, о музыке фильма, который тоже очень много из этой печи. Вот вы представляете себе, какой огромный, надо было обладать в «Москве и Весцу» гения, такой огромный талант и огромная работоспособность. Потому что, как вы сами понимали, если можно быть очень талантливым, у нас остается очень много. А с этим здесь, вот, большим дружинником и очень организованным человеком, что тоже не совсем часто встречается, вот у нас композитор, а он удивительный, вот этого нашего человека. И вот такой облик организованного, талантливого, гениально одаренного человека, я думаю, что это малая доля того, что мы посвящали сегодня ему наше собрание. И вот мне хотелось бы вспомнить то, что Сергей Сергеевич постоянно думал о том, что он оставит молодым поколениям. Он потом украснился немножко детских его лет, жизни, так сказать, его творческой жизни, учебы в Петербургской консерватории, с кем он общался. Но мне бы хотелось бы обратить ваше внимание, что в середине жизни уже, когда это был зрелый художник, он вдруг обращается и пишет изумительнейший по красоте цикл пьес фортепианных, который он назвал «Детская музыка». Может быть, даже кто-то сидящий с вас в зале, может быть, одно или две пьесы-игра, «Детская музыка». К сожалению, он довольно редко это играется, а это очень обидно, потому что музыка именно Сергей Сергеевич, она необыкновенно светла, жизнеутверждающая. Она самые светлые стороны жизни подчеркивает, выбирает своим объектом. И, кроме того, это уже новый язык. Язык общения выбирает сам Сергей Сергеевич, и он предлагает нам этот язык общения. Хотя вот он подчеркивает, что я думаю, как он говорил, что каждый новый язык должен быть предельно прост и ясен. Вот это его кредо, когда он пытается говорить с вами на очень доступном языке, но языке уже XX века, музыке XX века. И это очень важный момент. Я думаю, что я сейчас не музыка, а Ирина Гадай, да? Я бы хотела обратить внимание взрослых на то, что в семье Прокофьева мальчик начал заниматься дома, а не в каком-то учрежденном учебе. И поскольку он был очень супераментный, очень непосредливый, мы от знаем его хорошего характера, она никогда не принуждала его таким методическим, трудным таким, точным моментом занятия. Она позволила ему играть то, что он любит. Ну, тут отрицательный черт уявился то, что он достаточно, может быть, капризный относился к тому, что он давал впоследствии. Но зато это расковывало его творческие инициативы. И он уже в 9 лет написал оперу, которая называется «Левикан». Она очень смешная, конечно, детская. Особенно там смешные коды драматургические. Поскольку надо было в Кремнинске, как ему давалось, легко сочинить еще и сюжеты, чтобы оно было логично, там, завет, провет и сколько-то такое. Это могут даже дома где-то, вот если у нас есть несколько детей дома, а кто-то владеет модной грамотой, может изобразить эту маленькую прочную оперу. И когда он поступал в консерваторию, что-то лет в 13-е, он пришел в консерваторию с огромным, с огромным багажом творческим. Он принес туда эти оперы, симфонии, несколько тетрадей, ортопианных, оркестровых. Было странно даже, наверное, нашим мальчиком, когда такие взрослые с усами разговаривали, друг на четвертый этап. А впереди, в смысле, их количество, но это было просто гениально дарено людям. Ну и, может быть, как-то хотелось бы похвалить, может быть, тех родителей, кто ходит сюда, только сюда, на концерты, за внимание к способностям ваших детей. Потому что, если бы вот даже такой одаренный мальчик, как Сережа Калаковьев, оказался в семье, который не приведет ему никакого интереса, то он бы не знал этих композиторов. И, кроме того, я еще хотела заметить, сейчас у нас неумоленности будут звучать? Детская музыка. Детская музыка. Вот это особенно интересно, когда мастер такого крупного масштаба, который обладает силой создавать огромные мощные произведения, когда он делает миниатюры. Это особенно интересно. Они у него, так сказать, очень легко, очень совершенно. Получается что-то там негде не брали, ну, из, так сказать, самой технологии анализов. Ну, я с удовольствием просто хотела бы, ну, может быть, несколько слов Татьяна Георгиевна просто скажет, как исполнитель. Но я бы хотела услышать молодость твоей исполнения больше, чем любые слова. А немножко два слова о том, как возникли эти пьесы. Сам ученица по Эльцербургской консерватории Сергея Сергеевича Прокофьева Вера Николаевна Арперс как-то уже в двадцатые-тридцатые годы показала ему свой дневник, который она вела совсем в студенческих лет и съемочных лет даже. И Сергей Сергеевич как-то расстрогался. Там были такие удивительные страницы и воспоминания о педагогах, с которыми жизнь обручила и Сергея Сергеевича, и Веру Андреевну. И с теми людьми, по которыми встречались эти два человека, и он расстроглась и сказал, ну, я не могу, я должен написать, я должен написать детскую музыку. Я очень давно не писал ничего в детстве, мне так хочется. И возникли двенадцать пьес, которые он назвал «Детский ахон» или «Детская музыка». Сочинение 65-е, представьте себе, это уже, так сказать, в то время как были написаны крупнейшие уже выдающиеся работы в разных жанрах других. Спасибо. Спасибо.